МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, изначально задача была сложная, потому что сама по себе система, о которой идет речь, единая государственная информационная система соцобеспечения, очень большая. И выбирали по нескольким критериям. Первым из которых было инициативное желание региона влиться в эту работу активно. Вторым критерием была, наверное, готовность информационных систем региона к тому, чтобы начать реализовывать в пилоте вот эту всю задачу. И третье, собственно, готовность системы соцобеспечения для того, чтобы, по крайней мере, провести некий внутренний аудит, понять, чем система дышит, и запустить ее вместе со всей этой большой информационной системой, о которой мы говорим сейчас. Но, тем не менее, всего три региона будут опробировать эту систему, правильно? Да, всего три региона. Это Калужская область, Башкортостан и Алтайский край. И, с моей точки зрения, это очень важный шаг, в том числе для развития IT-системы и системы социального обеспечения Алтайского края. Есть информация, что план создания системы содержит четыре этапа. Так ли это? Если это так, то расшифруйте, пожалуйста, что на каждом этапе будет происходить. Да, существует действительно этапность их, этих этапов несколько. Но, прежде всего, хотел бы сказать, что работа большая, поэтому она растянется на несколько лет. И уже в 2016 году эта вся работа можно поделить на три-четыре этапа. Первый из этапов – это доработка и совершенствование концепции Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Второй этап, который вот в наши дни будет начинаться, это очень важный этап – это создание классификатора мер социальной поддержки. Это некий стержень всей системы. Стержень, при котором эти меры социальной поддержки нужно будет унифицировать, сравнить, проанализировать и так далее. И уже к концу года, к концу 2016 года, мы получим первый вариант прототипа системы. То есть некий упрощенный механизм реализации системы, применительно к трем регионам, возможно, там, нескольким направлениям деятельности. Мы посмотрим, как машинка работает. Еще такой вопрос. Вы сейчас уже сказали, что уже в 2016 году мы получим вот… Что-то, да. Что-то получим. А вот сами люди-то, которые непосредственно имеют льготы, имеют какие-то меры социальной поддержки, когда они смогут воспользоваться, попробовать, как работает эта машина? Им что-то нужно будет делать? Может быть, сейчас какие-то документы уже нужно собирать или ничего делать не надо? Нет, собирать ничего сейчас не нужно. Уже поскольку принят закон в конце прошлого года, то и в рамках этого закона Пенсионный фонд Российской Федерации определён создателем и оператором этой системы, то мы в рамках этого закона уже начинаем мобилизовывать, собственно, федеральные службы разные и региональные для того, чтобы начинать двигаться в этом направлении. А человек, ну, собственно, ради него и создаётся эта система, потому что внутри эта система будет механизмы иметь специальные, в частности, личный кабинет гражданина в сфере соцобеспечения, при котором он увидит всю картинку тех мер соцподдержки, которые он уже получил или частично получил, или монетизировал частично, и тех мер, которые он имеет право получить. То есть и это тоже будет? Да, и это тоже. И это всё будет персонифицировано, поэтому это будет личное дело каждого человека, посмотреть на то, на что он имеет право, и что он из этих прав уже реализовал. У меня сейчас есть вопрос о сохранности персональных данных, но прежде всего я хочу задать такой вопрос о том, какие ведомства будут работать в этой единой системе соцобеспечения. Всё-таки, вы сейчас уже сказали, по-моему, фонд обязательного медицинского страхования, да, прозвучал? Да, фонд обязательного медицинского страхования прозвучал. Вот на вопрос, кто будет работать в этой системе, я бы сказал, что в конечной точке в этой системе будут работать все те, кто предоставляет меры социальной поддержки. А мы знаем, что это практически все ведомства. Но на первом этапе для того, чтобы запустить проект и чтобы получить первый позитивный результат, в эту систему включены прежде всего ведомства, которые в большей степени завязаны на меры социальной поддержки и на социальную сферу в нашей экономике. Я их перечислю. Это Минсвязи, Минтруда, Роструд, Минздрав, Минобразование, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Медико-социальная экспертиза, Министерство культуры. Короче говоря, это те ведомства, информация которых поможет собрать всю полноту картины для человека, чтобы он мог в конечном счете получить эту информацию. И чтобы замкнуть круг и сделать эту информацию постоянно обновляемой и актуальной. И чтобы человек, и это, наверное, самое главное, мог, кроме использования личного кабинета, при необходимости всегда зайти, как мы сейчас говорим, в одно окно. И один раз, придя к окошку клиентской службы или куда-то в другое место к одному окну, мог с помощью этой системы получить всю информацию из всех ведомств по тем правам, на которые он имеет права. Вот я все-таки хотела спросить о том, насколько надежно будут охраняться вот эти вот данные, которые, ну, они все будут собраны в одном месте, правильно? Это все-таки интернет. И вот у нас не так давно был случай, но это как бы частная клиника была, да, когда данные о состоянии детей были доступны общественности. Ну, во-первых, сейчас очень много создается систем, где очень остро встает вопрос сохранности персональных данных. Потому что мы все очень трепетно сейчас, в наше время, относимся к сохранности персональных данных. Но все равно речь идет о финансах, так или иначе, об услугах. Да, в любом случае речь идет о финансовых услугах. Поэтому, во-первых, будет должным образом создана система информационной безопасности. Во-вторых, эта система, единая государственная информационная система, будет пронизана вся, прошита с НИЛСом. И, в-третьих, пенсионный фонд, который является оператором системы, имеет очень богатый опыт работы с персональными данными. Поэтому, я думаю, что система и хороша тем, что в центре не будет храниться, не будет хранилища данных. Каждый орган, который представляет меры соцподдержки, начиная от муниципального, регионального и федеральных органов, они в своих информационных экранах, в витринах данных, будут иметь в определенном формате те данные, которые в актуальном режиме будут собирать система. единой централизованной или центральной системы, которая будет хранить эти данные, не будет. То есть, все-таки у каждого ведомства хранятся отлично. Будет та же система, которая обычно, просто эти системы будут развиваться в рамках ЕГИСа, будут развиваться в новом формате. И пенсионный фонд будет просто организовывать информационные срезы, получая из всех ведомств самую актуальную информацию. Ну и вот еще одна задача, которая стоит на сегодняшний день, это формирование федерального реестра инвалидов. Для чего должна быть проделана эта работа, и сколько времени вообще она может занять? Вот у нас полторы минутки где-то. Федеральный реестр инвалидов будет развиваться в соответствии с законом, который был принят в конце прошлого года точно так же. В какой-то точке в будущем реестр инвалидов станет частью единой государственной информационной системы соцобеспечения. И, собственно, федеральный реестр инвалидов – это сама по себе большая система, но она будет создаваться очень быстро. К концу 2016 года, к 2017, мы уже будем иметь опытную эксплуатацию этой системы. Ну и опять же вопрос вслед от тех, у кого есть, допустим, какая-то инвалидность или что-то еще. Беспокоиться не о чем. Никаких дополнительных бумаг собирать не надо. Все сделает государство. Все будет сделано централизованно. Абсолютно правильно. Человек, будучи освидетельствован в определенных органах, в МСЭ, они дальше получат, войдя, собственно, в одно окно, получат возможность получить пенсию по инвалидности, санаторно-курортное какое-то лечение и обучение через Минобор, санаторно-курортное лечение через Минздрав и так далее. И через ФСС свои средства реабилитации, средства поддержки человека. Спасибо большое, исчерпывающее время беседы ограничено. Спасибо еще раз большое. Спасибо большое. Я напомню о том, как будет строиться единая информационная система социального обеспечения, мы говорили с Николаем Елистратовым, это заместитель председателя Пенсионного фонда России. До встречи. Спасибо.